МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кулинарных рецептов много не бывает. На пороге гостей вы ищете вкусный рецепт для праздничного стола или просто хотите удивить своих близких чем-нибудь новеньким? Тогда загляните на нашу кухню. Блогер и шеф-повар в проекте 50 рецептов первого раскроет секреты приготовления вкусных блюд. Итак, запускаем кулинарное производство 50 рецептов первого. Просто вкусно! В ближайший час вас ждут интересные рецепты, хорошее настроение, полезные советы, новые впечатления. Этим утром с вами проект 50 рецептов первого. Привет! Готовим вкусные, простые блюда в компании блогера Марины Кондратьевой и шеф-повара Вячеслава Горбатого. Доброе утро! Наше кулинарное время мы посвящаем вам. И мы уверены, что приготовленное сегодня блюдо послужит настоящей находкой для хозяйки в долгожданной выходной. Знаете, почему наше утро такое доброе? Потому что оно сулит нам встречу с вами. На столе у нас целый набор продуктов, которыми мы сегодня будем вас баловать. Но прежде мы приготовим из них вкусное блюдо. Я пока не знаю, какие, да. Но на столе у нас огромные, я смотрю, удивительно большие. Новозеландские мидии. Я не видела. Огромные мидии. Кроме того, у нас есть томаты черри, лайм-лимон, морковь, панировочные сухари, яйцо, пекинская капуста. Очень много всяких жидкостей, да? Да, очень много всяких жидкостей. Это соусы, масла, соки. У нас лимонный сок, у нас соевый соус, у нас бальзамический уксус. По всей видимости, коньяк, наверное, белое вино. Боже, столько всего. Ну что ж, я, наверное, Марин, предлагаю тебе побаловать. Сегодня немного, да, из наших середителей. Мы приготовим запеченное с голубым сыром мидии. Ух ты! Такое изысконапекательное блюдо. Ух, мне даже захотелось осанку поправить. И подадим под аккомпанемент салата из пекинской капусты с морковью и кунжутным маслом. Да? И что-то сладенькое хочется. Когда ж его не хочется, Слава, да? Сладенькое хочется всегда. И приготовим еще пудинг. Очень простой, элементарный десерт, который можно приготовить даже в микроволновке. Продолжай. А подадим мы его с малиновым смузием. О, боже, что ты со мной делаешь? И, естественно, как всякий пудинг, польем коньяком и поджжем. Вот так со всяким пудингом делают? Ну, как бы, да, это рождественский пудинг, так и подается горящим. Знаешь, мне нравится эта идея. Это будет не только красиво и вкусно, но еще и зрелищно. Конечно. Это такой вариант, такой эффектной подачи какого-то блюда. Гости будут удивлены не только видом, но и вкусом. Ну, это само собой, как у нас иначе. Друзья, у нас иначе никак. У нас простые продукты, ну, в данном случае слегка изысканные, ну, и такого же время от времени хочется, правда? Но, тем не менее, эти продукты можно найти в любом магазине. То есть, в принципе, мы не ездили за ними куда-либо далеко. И не выписывали их ниоткуда, да. Все это можно купить в магазине, а, следовательно, и приготовить. И, само собой, порадовать блюдами, которые у нас получились, друзей, родственников, близких и возлюбленных. Так, начинаем готовить. Приступим. Горячие мидии с сыром и салатом. Мидии, панировочные сухари, сыр с плесенью. Для соуса. Желтки яиц, сливочное масло, сок лайма, белое вино, укроп, сахар, соль. Для салата. Пекинская капуста, морковь, соевый соус, кунжутное масло, томаты черри. Шоколадный пудинг с малиновым смузи. Какао, сливки, сахар, молоко, панировочные сухари, сливочное масло, мука, яйцо, коньяк, тертый миндаль, сахарная пудра. Для смузи. Малина, мед, мята, ваниль. Итак, Слава, ты у нас главный на кухне, раздаешь задания и говоришь, что делать. Я займусь мидиями, а тебя попрошу сделать салатками, приготовить салат. Для салата тебе понадобится пекинская капуста, морковь, томат черри. Мы его выложим потом. Затем кунжутное масло, очень полезное, и соевый соус. Для заправки смешать кунжутное масло с соевым соусом, а сам салат капусту мелко порубить, натереть морковь на крупную терку, смешать все, заправить заправкой нашей и подать уже с половинками черри. Все понятно. А тем временем я займусь мидиями. Самая простая работа, поэтому я ее беру для себя. Ах, вот оно что. Ах, вот по какой схеме мы работаем. Смешаем тертый голубой сыр с сухарями. Ух ты. И с этим просто запечем мидии. Все очень просто. Кстати, французы называют мидии устрицами для бедных. И судя по размеру наших мидий сегодня, то это даже не для бедных устриц, я считаю. Ну да, крупненькие такие. Очень полезные на самом деле продукты. Уже в 18 веке мидии начали возделывать искусственно. Оттого они стали популярны и доступны очень многим слоям населения. Да, у них много белка, необходимых жиров и микроэлементов. Вот у меня получается такая как бы кашица. Перемешиваем. Ни в коем случае не надо ни солить, ни перчить, ничем не сбрызгать, потому что сам сыр уже передаст им пикантность, солоноватость и вкус. Можно использовать, кстати, крошки сыра. Если вот, допустим, остались какие-то, нарезали на стол сыр с голубой плесенью, горганзола, там, не знаю, любой, и у вас остались такие некрасивые куски. Вот их можно использовать для этого блюда. Как вообще, Слава, нужно обращаться с мидиями? Расскажи, вот есть ли они в раковинах? Я читала, что варить их нужно в бине, либо в воде буквально несколько минут, пока раковины не раскроются, и в тот момент мидии уже готовы. Знаешь, какие самые вкусные мидии я ел? Расскажи. Это было в Крыму. Ого! Когда был студентом, отдыхали дикарем, глубокий там 90-й год какой-то был. Мы сами наловили мидий, отварили рис. Мидии надрезали, как и устрицы, надрезали мышцу, чтобы они раскрылись туда. Ложку отварного риса, вместе смешали с болгарским перцем, сложили в ведро, залили просто морской водой, довели до кипения, они открылись, и все готово. Превосходный метод приготовления мидии. Самые вкусные мидии были. Я читала, что в Крыму все мидии съели рапаны на сегодня. Ну, на сегодня не знаю. А в то время они еще были, да? Ох, их было очень много. Актуально. Ну, когда я отдыхала в Крыму, это было лет 7 назад, я уже ела рапаны. А с чем рекомендуешь подавать такое блюдо? Вот, его вроде как немного, и вроде как он не наешься. Это, наверное, закуска даже, а не основное блюдо, да? Да, да, как горячая закуска. Ну, сыр придаст сытость, то есть он как бы... Уже блюдо получится более самодостаточное, более такое насыщенное. Жирным, прямо говоря. Да. Ну, не жирным, но таким, более сытым. И вот подадим мы его со свежими овощами. Его можно подавать просто с долькой лайма, допустим. Готовится, но элементарно. То есть запекается буквально 7 минут. Вот, на самом деле, очень просто, да. Подали сразу на стол, разобрали и кушали. Даже тут приборов, в принципе, не надо. То есть можно брать раковину и так сразу кушать, знаешь. Слава, а если речь идет о маленьких мидиях? Вот нередко, ну, я впервые, допустим, вижу такие огромные мидии в ракушках. Если речь идет о тех самых мидиях, которых повсеместно продают, такие малюточки в раковиях. Да, стоит ли готовить их таким образом? Обычно я их готовлю уже в фольге, то есть заворачиваю. Там уже можно взбрызнуть вином, добавить ароматных трав, немного какого-нибудь солоноватого соуса, либо соевый соус, либо устричный соус, либо рыбный соус. Закрыть плотненько фольгу, чтобы весь, как бы, жар оставался внутри, весь запах, весь сок. И в этой фольге запечь минут 10 при 180 градусах, прямо в фольге подать, раскрываешь, и там сразу, знаешь, такой пар, аромат. Мне кажется, мы что-то с тобой подобное готовили. Это было какое-то испанное, карточчо, да, это были конвертики итальянские. И там были не только мидии, там были кальмары, там были осьминожки и овощи. И вот эти конвертики мы раскрывали, вдыхали яркие ароматы, а потом наслаждались вкусами. Вспомните, друзья. А так можно просто, да. Или пролистайте нашу ленту Инстаграм, 50 рецептов, там этот рецепт есть. И буквально сегодня или завтра вы можете порадовать свою семью новым вкусом. Мидии такие же мелкие можно подавать с ризотто, с пастой, знаешь, отдельно они раскрываются. А да, кстати. Я этим летом отдыхала на Сицилии, и там самая популярная паста, одна из самых популярных паст, это паста Алла Вонголе. Паста именно с мидиями, вот с такими огромными ракушками, да, это спагетти твердых сортов пшеницы, то, что традиционно для Италии. И вот эти раскрывшиеся ракушки с мидиями. Не знаю, в каком соусе они заправлены, но соуса как такового не видно. Возможно, это оливковое масло с чесноком и вот с этим ароматом моря, которое придают мидии в раковинах. Очень вкусно. Надо как-нибудь приготовить. Как-нибудь приготовим. Только тогда уже лучше сделать пасту самому, наверное, да? Может быть, сделаем пасту свою? Вот я давно хочу просить у тебя, давай сделаем пасту, давай научим наших друзей, наших телезрителей готовить макароны дома. Вот, грубо говоря, так как есть. Мы привыкли пасту называть макаронами и привыкли покупать этот продукт. Почему бы не приготовить самим? Почему бы не приготовить, да? Можем. Лапшу. Это будет тема одной из следующих передач. Обещаем. А, кстати, вам интересно, друзья, оставляйте свои ответы под любой фотографией в нашем аккаунте 50 рецептов в Инстаграм. И мы будем знать, нужно вам это или нет, интересно вам или нет. Ну, а у меня миди подготовлены, сейчас духовка 180 градусов, буквально 5 минут, и они готовы будут. Напомним вам, что у нас уже запекается в духовом шкафу миди под сыром и панировочными сухарями. Кроме того, я уже порезала пекинскую капусту и натерла морковь. Что дальше я делаю с салатами? Дальше надо сделать заправку из соевого соуса с кунжутным маслом. Все масло берем? Нет, я думаю, много не надо. Вот, и чуть-чуть соуса, да. Размешать, этим заправить, этой заправкой заправить салат, выложить на тарелочке в центр, по краешку положить по половинке помидор, томатов черри. А я займусь соусом, голландским соусом. Для этого мне понадобятся желтки яйца, сливочное масло, белое вино, сок лимона, соль, сахар и ароматная зелень. У нас есть укропчик, он подойдет. Это голландский соус будет, да? Что ты больше рыбишь? Я укроп, 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 кинзул вообще не люблю. Все, будет укроп. Все, как ты попросишь. Итак, отделяем желтки. Так, сливочное масло надо растопить. Расскажи немножко про этот соус, Слава. Это традиционный, один из базисных соусов кулинарии. Это базовый соус, классический, да? Классический. В основе этого соуса ни крахмала, ни мука, а загущается он желтками яйца. То есть там никаких углеводов как бы нет. Ну, в нем очень много сливочного масла. Очень много сливочного масла, естественно. Итак, соус из кунжутного масла и соевого соуса готов. Им я заправляю нашу пекинскую капусту и морковь. Необычный, кстати, соус для салата, но... В нем достаточно вкусов, чтобы разукрасить пресный вкус пекинской капусты и приглушить сладость моркови. Желтки отзелил, сахар буквально немного. Немного соли тоже приборщить не надо. И вливаем сразу сок лимона, где-то чайную ложку. И столовую ложку белого вина. Мне вот нравится на кухне, как будто ты алхимик, как будто ты колдуешь. Какое-то волшебство. Полочки, соусы. Все это смешивается, горит, пыхтит, взрывается. Ну, в хорошем смысле этих слов. Потом получается невероятный вкус. И это точно как кулинарная магия, которая помогает нам самим создавать что-то новое, делать приятное своим друзьям и близким. Итак, теперь этот соус надо загустеть. Желтки должны превратиться в пену и жидкое стать такими густыми. Они не сварятся? Вот для этого надо постоянно мешать, поставить температуру. Здесь шестерочка стоит, то есть не средний нагрев. Либо сделать паровую баню, то есть делать над кипятком. Итак, я выкладываю салат на тарелки, украшаю половинками томатов черри. И будет готовить наше мизи. Смотри, как густее, видишь? Да. Все, он готов. И теперь вливаю тонкой струйкой растопленное сливочное масло. И вот получается такой густой соус. Видишь, буквально 5 минут, и он готов. Я так понимаю, поскольку соус называется голландский, и страна происхождения одноименная, да? Ну, ты знаешь, он, в принципе, используется во всех кухнях мира. То есть и в Италии его используют, и во Франции. Во Франции очень активно. Мне кажется, во Франции, да, потому что суть есть, потому что он из сливочного масла. Да. И там, ну, называют, то биарнский называется, биарнес, голландский, голландес. То есть, ну, в принципе, все. К чему подается обычно этот соус? В нашем случае это будут миди, а вообще традиционно. Вообще, я его люблю подавать в филе цыпленка, то есть с сухим каким-то мясом, чтобы он пропитывал его, знаешь, вот придавал... С сухим белым мясом. Да, с сухим белым мясом. С сухим белым мясом. И укроп. Он должен теплым подаваться, Слава, или можно его охлаждать? Его хранить надо в холодильнике, и потом, когда он уже у вас готов, ни в коем случае не греться, потому что он отскочит. Повторно нагревать его нельзя. Он греется от самого продукта. То есть вы подаете, допустим, филе цыпленка, поджарили, полили сразу же этим соусом, и за счет самого филе он подогрелся, пропитал его и... Расслабился, растекся и наполнил вкусами и соками наше сухое филе цыпленка, если оно так... С рыбой хорошо тоже сухое какое-нибудь подавать, знаешь, только белое, которое сухое. Ну да, и правда. Он классически идет к яйцу по-бенедиктински, если ты знаешь такое, с тостами. Да, вот он туда идет, классический рецепт. Итак, мне нужны щипцы, чтобы выложить салат. Ммм, тебе нужны щипцы? Да, вот я их нашла, Слав. Выкладываем салат. Все рубленые зелени. На этой тарелке будет еще что-то? Салат в сторонке? Конечно, мидии. То есть в центр клади салат. А, в центр. Поставим мидии, и наше блюдо готово. Ну и у меня салат готов. Слушай, как быстро. Вот так вот в считанные минуты можно приготовить ужин для своих друзей или хотя бы закуски. Изысканный ужин. Причем изысканный, да. У нас все готово для первого блюда. Слава, ну ты просто ас. Я даже не заметила, как у меня получился ужин практически у меня. Ну, я думаю, я бы справилась с тем, чтобы натереть сыр на терке, смешать его с панировочными сухарями, выложить на раковины с мидиями и запечь в течение 15 минут, да, Слав? Ну, а соус можно, да, даже 15 минут-то многовато. Да, в это время приготовить соус, нарубать салат. И, в общем-то, легкий ужин готов. Итак, я выкладываю томаты черри в центр салата. А я вот мидий так вот. А ты займешься мидиями. На очереди у нас шоколадный десерт пудинг, английский пудинг. Но прежде чем его попробовать, мы решили продегустировать получившееся изысканное блюдо из салата и... Мидий. Ты не против? Приятного нам аппетита. Горячие мидии с сыром и салатом. Мидий, панировочные сухари, сыр с плесенью. Для соуса. Желтки яиц, сливочное масло, сок лайма, белое вино, укроп, сахар, соль. Для салата. Пекинская капуста, морковь, соевый соус, кунжутное масло, томаты черри. Итак, у нас на столе запеченные мидии с голубым сыром, с сухарями. Салатик из пекинской капусты с морковью, заправка у нас, соевый соус и кунжутное масло, помидоры черри для сочности и голландский соус. Приступим. Приступим. Соусиков можно полить. Так смазываешь мидию, да? Да, вот так вот. Слегка. Кладем... Смазываем мидию соусом слегка. И вот так вот, да, извлекаем ее вилкой. Можно и без вилки, как говорил Слава, но... Итак, мы ее извлекаем из раковины. Можешь попробовать без соуса. Сравните. Это невероятно вкусно, Слава. Вкусно, полезно. Море продукты. Это тот случай, когда хочется съесть каждую крошечку. Случай с Сафари, да? Мне кажется, сыр с плесенью даже подчеркивает вкус моря. Он как бы усиливает его. Усиливает его, да. Ну, придает сытность этому блюду. Плюс, опять-таки, пиктантес такой, славноватость. Поэтому ни в коем случае их садить отдельно не надо. Сыр достаточно. Сочный, понятный салат. Соевый соус я хорошо его посолил. Тут главное не переборщить. Мне кажется, я немножечко переборщила. Ну, это на вкус. Вкус насыщенный получился. Сейчас, наверное, вкусный получится десерт еще. Да, мы постараемся сделать так, чтобы десерт получился тоже вкусным. Поэтому никуда не уходите. Вместе мы приготовим английский шоколадный пудинг. И подадим его горящим на стол. Итак, шоколадный пудинг идеален для романтического ужина. Для посиделок с друзьями и для десерта деткам. Сегодня мы его приготовим. В шоколадном пудинге много шоколада. А он, как известно, поднимает настроение и заставляет почувствовать себя, как будто слегка влюбленный. Да. Для этого нам понадобятся сухари, мука, белки яйца. Остались у нас после соуса. Сахар. Какао-порошок. Миндаль. У нас не чищеный. Его надо сейчас проварить, почистить и подсушить. В общем, пудинг – это традиционный английский десерт, который состоит из яиц, сахара, молока и муки. В нашем случае это шоколадный пудинг, а значит, у нас еще будет какао. Да. Но я смотрю, и миндаль для чего-то нам нужен. А сверху посыпку сделаешь, чтобы красиво... Украшение. А панировочные сухари тебе зачем? Вот, на них делается масса. То есть, пудинги, они делятся, которые готовятся чисто из муки, а есть на пару, которые варятся именно в варной пудинге. Ну, это да, это традиционный, кстати, метод приготовления. Именно на пару пудинги бывают, на самом деле, не только сладкими, десертными, но и такими серьезными основательными блюдами. К примеру, йорокширский пудинг или черный пудинг – это начинка кровяной колбасы, кстати. В общем, много видов пудингов существует в Англии и уже во всем мире, и народ их очень полюбил. А мы... Делаем наш шоколадный пудинг. Да, шоколадный пудинг. Тоже очень простой рецепт. Белки остались, их взбить в высокие пики. Затем смешаем сухари с молоком, сливками. Пытаюсь запомнить. Мукой, размягченным сливочным маслом и сахаром. Ну и какао, естественно. Все это смешиваем, выкладываем в обычные кружки, заливаем кипятком и ставим в духовку на буквально 15-20 минут. Пудинг готов. Как традиционное английское блюдо, пудинг нередко упоминают классики литературы. Например, Шарлотта Бранте писала в книге Джей Носин о том, как семья сидела за столом и ела пудинг. Или у Агаты Кристи есть целая серия рассказов под названием «Приключения рождественского пудинга». В «Гарри Поттере» все едят пудинг. У Диккенса «Больших надеждах» и в рассказе про Рождество, про Скруджа тоже едят пудинг. В общем, все ангельчане и классическая английская литература построена практически на том, что все в рассказах и в романах едят пудинг. И мы будем сейчас есть пудинг. И мы попробуем съесть пудинг. Марина, если поручу знаешь, что миндаль его надо сейчас смыть и почистить. То есть он сейчас будет очень хорошо выщелкиваться. Видишь, шкурка? Оп! Оп! Шкурка отдельно, миндаль отдельно. Мы с нашими телезрителями уже помним этот метод очищения миндаля. Мы заливаем миндаль небольшим количеством воды, доводим до кипения, тут же выключаем, оставляем на 2-3 минуты. А я буду взбивать белки. Я почистила миндаль, сейчас моя задача его порубить. Слава, тебе слово. Мне слово, пас. Сухари добавил сахар, какао, порошок, довольно-таки много. Затем вливаем молоко, и надо, чтобы минут 5 сухари набухли. Тем временем я туда натру сливочное масло на крупной терке. Добавить надо будет 2 столовые ложки муки, белок, взбитые яйца, и тесто само готово. У меня вот-вот будет измельченный миндаль, которым мы будем посыпать уже готовый пудинг. Друзья, после наших эфирных выходных, в которых мы всех вас призываем подписываться на наш официальный аккаунт Instagram 50 рецептов, где-то во вторник, в среду мы начинаем публиковать рецепты этих выходных. Поэтому присоединяйтесь к нам и готовьте с нами эти простые, доступные и понятные рецепты. Кроме того, на YouTube-канале Беларусь1 вы всегда найдете эти видео в хорошем качестве. Можете пересмотреть и уточнить какие-то тонкости и секреты, которые не всегда прописаны в Instagram. Потому что шеф на ходу, можно сказать, придумывает и украшает, и дополняет свои блюда такими-то особенностями. И дает подсказки. Слав, бывает такое? И только... Постоянно это происходит. Постоянно. То, что на кухне должен быть экспортер. Расскажи, готовишь ли ты пудинг своим деткам? Ты знаешь, ни разу не готовил, потому что не было времени. А нет, готовил, готовил, да. Вспомни-ка, вспомни-ка. На рождество или так просто? Нет, так просто. Понравился им пудинг? Да, жена потом еще просила, чтобы делать. В общем, деткам не досталось, да. Жене очень понравилось, и детки не успели попробовать. А детки не успели попробовать, да. Можно ли это блюдо готовить сегодня на завтра? Конечно. Или это блюдо тот случай, когда нужно приготовить и подать к столу? Нет, ее можно готовить сегодня на завтра, на следующий день просто подогреть и подать уже тепленько. А, то есть пудинг подают теплым. Получается, ты взбил белки и сейчас насыщаешь воздухом нашу масло. Да. То есть здесь уже есть сухари, которые набухли с молоком вместе, какао-порошок, сахар, 3 столовые ложки муки, взбитые белки, сливочное масло, полпачки. И сейчас уже добавлять будем сливки для того, чтобы получилось тесто такое мягкое, пластичное тесто. Нет для меня приятнее, Слава, скажу тебе честно, программ, чем те программы, наша программа, в которых мы готовим какой-нибудь десерт. А если речь о шоколадном десерте, то это праздник настоящий. Друзья, присоединяйтесь к нашему кулинарному процессу, потому что он очень приятный, он очень сплочающий процесс. Если вы готовите на кухне компанией друзей, или всей семьей, или со своим возлюбленным, это дополнительная возможность получить удовольствие от жизни и новое впечатление. Слав, согласен? Абсолютно. Часто готовишь с семьей на кухне? К сожалению, редко бывает дома, чаще всего на работе, либо с тобой. А когда дома? Ну, я вам скажу, нас это очень сплотило. Мы со Славем стали хорошими друзьями, потому что нередко вместе готовим для вас. Постоянно, можно сказать. Постоянно, можно сказать. Ну, если не считать Диму и Сашу, то да, мы постоянно со Славой готовим. Когда встречаемся, да? Готовим и готовим. Готовим и готовим. Что еще мы должны рассказать, Слава? Все, мы уже ничего не должны рассказать. Мы должны поставить пудинг в духовку, на паровую баню. Опять-таки, этот же рецепт очень просто можно сделать в микроволновой печи. Точно так же, ставим кружечки, заливаем в воду, горячий кипяток и ставим в микроволновку. Буквально через 7 минут блюдо будет готово, в духовке чуть дольше. То есть, ты хочешь сказать, что если нас смотрят студенты, которые живут в общежитиях, у которых нет духовых шкафов, я помню так свое студенчество. Нередко у студентов есть микроволновая печь, ну хотя бы одна на весь этаж. Дружной компанией собраться со своими кастрюлями с тестом для пудинга и выпекать пудинги себе в выходной день, если вдруг не уехал к родителям. И побаловать себе сладеньким. Да, даже студенты, даже детки могут побаловать себе сладеньким, не выходя из дома. Ну, единственное, продукты прикупить. А продукты, кстати, не такие дорогие. Очень недорогой десерт получается, правда, простой. Все, у меня тесто готово. И чашечки. Ух ты, какой подход. Обратите внимание, друзья, как красиво и необычно можно подать завтрак для своей семьи. Вместо кофе налить туда пудинг, подогреть его в духовом шкафу, и он готов. И подать. Можно в чашечки, можно достать из формы. А можно в чашки подать, сразу с чашкой кушать. Ну, у кого есть форма? Не у всех есть форма, согласитесь. А его в Англии подают, кстати, в чашках каких-то. То есть, рождественский пудинг, там еще есть такие несколько ингредиентов. Там изюм идет, который замачивается в течение двух недель в Гиннесе именно. Ух ты. То есть, пиво Гиннес и сфитр. Пьяный, пьяный. Пьяный, пряный, да, такой. Пьяный, пьяный. Не, ну, нужно запекаться, будет испаряться. Пьяный изюм. Залитый из шоколадной массы и запеченный, а потом еще поджечь это все и... И песнь. Ждет нас разница. Чашечки смазываем немного растительным маслом. Можно я тебе помогу, Слава? Ну, давай. А ты знаешь, что можешь сделать? Ты можешь обжарить орешки. А, их еще надо обжарить. Да, высушить. А неправильнее ли было бы обжарить их заранее, а потом уже измельчить? Без разницы. Можно так, можно так. Можно так, можно так. Хорошо. Нашу драгоценную орешкулую пудру. Все растительное масло смазаем. Запанировать слегка сухарями для того, чтобы потом проще было доставать. На сухой сковороде мы обжариваем измельченный и лишенный кожуры медаль. Накладываем сюда наше тесто. Вот такое оно густое. Мне казалось, пудинг должен быть таким нежным, воздушным. А ты еще не ела? Сейчас, подожди. Сему свое время? Подожду. Сытые, довольные, мы готовим десерт, чтобы насладиться его вкусом. Слава, как ты думаешь, кофе, капучино, чай, американо, что? Что черный, зеленый, что лучше к пудингу? На твой взгляд? На мой взгляд, лучше кофе. Я пью эспрессо с молоком. А я пью капучино. Капучино тоже не пью. Заливаем все кипятком. А я переворачиваю наши миндальные крошечки. 180 градусов, 15 минут, пудинг готов. Ура, наконец-то! Всего 15 минут до того волшебного момента, когда мы попробуем в нашей программе шоколадный десерт под названием пудинг. Пудинг в студию через 15 минут, скажу я. Итак, ждем? Ждем. Ждем. Ждем, пока я сделаю, пока мы ждем, ожидаем. Я приготовлю малиновый соус такой. Малина. Ваниль. Наделишь мне? Да, конечно. В семечке. Малина очень полезная ягода. Все мы знаем, что она обладает жаропонижающим свойством. При этом в ней очень много витаминов. И при этом она очень ароматная и вкусная. Да, вот это тоже немаловажно. Дополнение от же повара. Больше всего малина выращивается на территории России, но, наверное, потому что страна немаленькая, и малина там растет немало. Но любит малину во всем мире, в Италии в том числе. Итак, я уже вся в ваниле. Но это приятно, надо сказать. Аромат уже раздается от вот этого ванильного стручка. Не забываем, друзья, мы рекомендуем вам покупать настоящий ваниль. Вот эти зернышки, которые мы извлекаем из стручка. Они обладают просто превосходным, божественным ароматом ванили. Сколько бы их ни добавил, они никогда не будут горчить, как может делать ванильный сахар. И при этом оставшиеся без зернышек стручок мы можем поместить в сахарницу с сахаром. Накрыть ее крышечкой, и уже на следующий день сахар этот превратится в ванильный сахар. Ну что, пожужжим? Пожужжим. А там еще есть? Да, еще есть сейчас, минуточку. Я хочу хорошо его разделать. Малину взбили в однородную массу. Ну и теперь надо избавиться от косточек, которые так были. Я бы не избавлялась от малиновых косточек. Честно скажу, это бы сэкономило мне время и оставило бы вот эту текстуру малиновую, которая напоминает о лете. Вот эти маленькие малиновые косточки, которые хрустят на зубах. Зато без косточек этим соусом можно рисовать. Косточки они как бы там мешают. А, ну да. Так он будет более пластичный, более мягкий. Можно кисточкой порисовать, можно... То есть наш малиновый соус, это просто малина и ваниль. Да, и мед. Ничего более. И мед. Мед для того, чтобы сделать этот соус немножко слаще. Да, потому что смороженная малина, она все-таки какая бы она ни была летом и на кусте, какая бы она ни была сладкая, то заморозка, мне кажется, делает ее все-таки лишает сахаров некоторых. Обычно перемороженная малина, она кисловатая. Все, соус готов. Вот какой аппетитный соус. Итак, предлагаю украсить, пока запекается пузик, наши тарелки соусом. Да, для этого у нас Слава уже осторедил меня вот такими всевозможными... Приборами, да? Приборами, да. Это кисточка и огромная зубочистка, которую я буду рисовать. Ну вот кисточкой можно, допустим, так вот протянуть. И что, не надо ничего рисовать, да? Тут ничего не надо рисовать. Тогда я протяну что-нибудь. Протяну, протяну. Мне тоже хочется протянуть что-нибудь. А если рисовать, то вот ставишь точечки. Я так на ногтях делаю. Ставлю точечки лаком и маленькой зубочисткой их вот так вот разрисовываю. Получается красивый узор. Я думаю, многие девочки так делают. Тогда я сейчас попробую, да. Главное, чтобы... Сейчас. Ну вот что-то в этом роде, да. На ногтях все выглядит лучше. Ну, я просто не рисовала сегодня. О, какая красота, обратите внимание, друзья. Вот что у меня получилось. Тарелка от Марины. Тарелка от меня, да, обратите внимание. Это такие, не знаю, осьминожки, цветы, лилии. Каракатицы. Каракатицы, действительно. Так, ну что, давай теперь я что-нибудь размажу еще. Размажь что-нибудь порисующее мне. Порисовать, размазать. В общем, кухня это, конечно... А я достаю пудинг. Место, где можно отпустить свою фантазию на волю и наслаждаться этими красками. Как наши пудинги? Все хорошо. Вот такая ракета малиновая мчится. Навстречу своему шоколадному пудингу. Смотри, Слава, только посмотри. Возьмешь меня в ресторан к себе, в помощники. Надо специфический ресторан какой-нибудь там, я не знаю. Ван Гог. Ван Гог, да. Белорусский Ван Гог. Вот, мне нравится, мне нравится. Итак, Слава извлекает наши шоколадные бочонки, которые выглядят довольно аппетитно. Не забывайте, друзья, что рецепты вы найдете на нашем официальном профиле Инстаграм. 50 рецептов. Там мы сфотографируем вот эти красивые наши рисунки необычные. И опубликуем рецепты блюд, которые готовили в этом выпуске. Все. Готово. Я все извлек. Да. Молодец. Сахарная пудра. Важная ты, Слава, горячий пудинг. Сахарная пудра. Вот она, отвага шеф-повара. Горячий, с пылу с жару, не успевший остыть. Берет своими большими мужскими ручищами и извлекает. Марину понесло. Торжествует. Торжествует мое все внутреннее. Последний штрих. А, зажигаем, поджигаем. Давай свое произведение искусства. Пожалуйста. Только аккуратнее с ним, пожалуйста. Нежнее, да. Береги его. Оп. Оп. Ох. Оп. А вот это? А вот это. А вот тут. Оп, здесь. Можно, наверное, соуса даже чуть-чуть заполить. Все, что здесь, да? А что же мы подожжем тогда, если мы соусом полили? А, орех ведь еще. Орех не забыть. Орех еще, да. Слушайте, как красиво. Дома, может быть, ресторан не хуже, чем... Чем любой самый... Да, самый популярный или любимый минчанами столичный ресторан. Эх. Он что-то горится? Угу. Горит все. Горит. Горит, друзья, горит. Итак, друзья, на нашем столе готовый английский шоколадный пудинг с малиновым соусом и посыпанный... Миндалем, стружкой миндаля. Посыпано это все стружкой миндаля. Мы готовы все это продегустировать, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями. Переходим к дегустации нашего десерта. Да. Для приготовления шоколадного пудинга с малиновым смузи мы использовали какао, сливки, сахар, молоко, панировочные сухари, сливочное масло, мука, яйцо, коньяк, тертый миндаль, сахарная пудра. Для смузи. Малина, мед, мята, ваниль. Итак, друзья, вот тот счастливый момент, когда на столе у нас шоколадный ароматный пудинг с роскошным малиновым соусом. Вкусное, простое блюдо. Каждый может его приготовить. Отдаленно. Напоминает пирожная картошка. По консистенции. По консистенции, да. По текстуре, но не по вкусу. Вкус у этого десерта более утонченный, более шоколадный, менее сладкий. Но это помогает почувствовать всю прелесть шоколадности этого десерта. Не нужен лишний сахар. Вот как мне нравится, как ты сбалансировал вкус. Мне очень нравится, Слава. Отличие главное от картошки. Во-первых, он теплый, очень хорошо, вкусно усваивается для детей, для деток. Мы подали его с ягодным, с кисло-сладким ягодным соусом, который, в принципе, сейчас, ну, ягоды всюду. То есть пока они есть, надо пользоваться. На самом деле, мне очень нравится, что сладостей в пудинге немного, потому что очень много красок, вкусов, натуральных красок. Шоколад, натуральный вкус какао, вкус малины, вкус где-то отдаленно, вкус меда, вкус орехов. Потрясающая палитра ваниль. Потрясающая палитра вкусов, которую мы рекомендуем вам, друзья, попробовать приготовить для своих возлюбленных, семей, друзей и деток. Хороший домашний десерт, который можно обучить, даже вот действительно деток обучить, чтобы они вам готовили. С утра встаете. Я всегда думаю, зачем дети нужны? Вот, чтобы они готовили родителям десерты, почему нет? И мыли посуду, да? Да, и мыли посуду. На самом деле, мы шутим, надо радовать своих деток, надо любить их и действительно баловать вот такими вкусными и простыми десертами. Друзья, мы продолжаем есть. Десерт очень вкусный и хочется с ним расставаться. Еще бы кофе и все замечательно. И сегодняшний вечер наш был дался. Пока Марина кушает, подписывайся на Инстаграм, смотрите нашу программу в Ютьюбе, готовьте вместе с нами. Повторяйте обязательно это дома, с детьми, с близкими. Не забывайте, что готовим, и всегда просто вкусно присоединяйтесь по выходным к нашему кулинарному проекту на Беларусь отдельно. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»